я рада всех приветствовать на своем канале у нас сегодня замечательный солнечный день и мы планируем заняться мелкими такими домашними делами сегодня у нас в плане по крайней мере попробовать как можно больше сделать в саду это убрать теплицу и и снять мои навесные грядки потому что я планирую покрасить домик а муж хочет улучшить фундамент на теплице на улице у нас сегодня солнечно и пока мой муж вот там работает я решила поснимать немножко чем он там занимается занимаемся мы тем что поднимаем нашу теплицу чуть выше и по краям будем ставить как эти штуки называются ну вот эти блоки и в них мы будем пересаживать клубнику которая находится в теплице вот здесь и здесь вот такие большие уже пешеходы ходят а также здесь есть еще один маленький маленький такой жучочек это божья коровка вот она красавица уже черная смородина у нас выпустила листья там цветут подснежники и так выглядит моя цветочная грядка которой мне надо приводить в порядок немножко покажу цветочка на нарциссах уже сидят пчелки вот с этой стороны у нас уже стоят такие блоки только эти разделены на три части с этой стороны мы поставим без вот этих разделений в теплице все перекопано я говорила что в этом году я посажу редиску на улицу вот я ее посадила накрыла агло агроволокном и вот она она уже вылезла еще немножко будем собирать урожай и мы также украсили дочка украсила деревья пасхальные яички и это наша слива которая уже вот такие имеет почки может в этом году у нас будут маленькие сливы наши бабушки соседки зацвели вот эти маленькие маленькие нарциссики они такие красивые маленькие аккуратненькие пчелы летают джмели у меня вот именно таких маленьких нету есть другого цвета и вот сейчас вам покажу у меня они большего размера но похоже на те как бы их показать вот такие надо развернуть и большие вот эти желтые и вот желтые желтая сердцевинка такая вот бархатистая с каймой и сами по себе они белые есть чисто беленькие и вот еще немножко вам покажу как выглядит наша теплица до ремонта кто смотрит меня давно тут уже видел как она внутри выглядела и как выглядела снаружи она алюминиевая да у нас так что мы сейчас поднимем и установим все по новой цветочек уже мой перенесся на улицу и еще у меня в планах но это наверное будет не сегодня 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 пока мы заняты подъемом теплицы ближайшее время это будет не сегодня но в этом ролике так что для вас это наверное будет через пару секунд а пока я расскажу что я планирую сделать я планирую убрать вот эти мои навесные грядки все по убирать и покрасить наш садовый домик и потом обратно поставить вот эти грядки но их соответственно наверно тоже покрашу чтобы уже было все в тон и потом конечно может будет уже их засаживать цветами и всякими вкусными травками что здесь я еще успела вам снять как это выглядело до и потом увидеть как это будет пока муж откручивает то есть все шурупчики какие там есть и возле теплицы еще вам покажу какая у нас уже зеленая высокая трава ее вероятнее все что уже можно будет скоро косить и вот у нашей бабушки соседки вот этот зеленый зеленый извиняюсь вот этот желтый кустик часто красиво цветет скоро начнут осыпаться уже вот эти желтые цветочки вот так красиво желтые цветы на фоне голубого неба и там летают пчелки и вот наша теплица временно переместилась на середину двора а там муж сейчас убирает корни атлеан которые вот там растут и будет поднимать фундамент причина почему мы убрали теплицу из-за того что там получается со стороны поля у нас просел фундамент и теплицу покосила на бок так что вот так у нас утро уже получается 3 дня я позавчера поснимала немножко как переделываем нашу теплицу и что я планирую сделать потом получается один день у нас был выходной и мы решили съездить они такой красивый старый город но я надеюсь вы уже этот ролик посмотрели если нет пройдите по ссылочке посмотрите мы там очень хороший день провели ну правда не такой солнечный как сегодня но было очень интересно мы посетили пасхальный базар даже мы поднялись на гору посетили замок это так немножко краткого содержания а сегодня я уже отвела дочку в садик и вот сходила магазин купила цветы лицо красное опять но на улице немножко немножко так свежо опять у нас большая роса такая сейчас я вам покажу как красиво это на поле надеюсь вам будет видно как капельки блестят на солнце и это вот такое все поле в таких капельках и блески птицы поют я решила пройтись домой длинным длинным путем и вот такая красота на улице заодно покажу вам цветочки какие я купила на мои грядки на стенках встающее солнышко и вот эти цветочки которые я показала что на грядке которые у на стенке того сара чека которые я сегодня собираюсь покрасить вот так так приятно утром гулять даже слышно птение птиц а вот с дачных участков точнее не из дачных участках а вот там вдали у нас получается мусорка куда мы свозим стекло картон но такие старые вещи я уже там показывала пару раз снимала как это проходит и вот я направляюсь домой чтобы заняться своим садовым домиком покраской домика ну вот я дошла домой и хотела вблизи показать цветочки это обыкновенные анютины глазки потом вот такие и вот эти цветы я уже вам показывала у меня вот такие цветы уже есть они хорошо разрастаются и очень красиво цветут так что я купила еще вот упаковочку и купила себе вот такие маленькие и риски я давно на них смотрела а тут чисто случайно заметила последние два горшочка и я и забрала цена у них было евро 19 вроде бы если не ошибаюсь чуть чуть больше евро они вырастают вот такие вот такие небольшие и вот так красиво цветут я решила все же таки еще один раз вам показать как выглядит этот те цветочки красота пока они он такие маленькие но скоро они станут вот такими этот куст я сажала в том году ну вот я понемногу покрываю краской наш домик она практически не отличается потому что домик был обработан вот такой специальной смесью но теперь пришло время его обновить потому что все-таки солнышко немножко это все подсушила и тут хотела вам показать надеюсь будет вам видно как у наших соседей цветет магнолия такое большое огромное дерево она так красиво цветет когда я дочку виду садику соседей там получается на соседней улице есть белая магнолия она тоже очень красиво вот так надеюсь заметно разницу потому что здесь свеже покрашенная там еще не покрашена я немножко поработала теперь я хочу приготовить себе один легкий такой перекус сейчас на улице весна и у нас в лесу и в магазинах очень много черемши а вы наверное в курсе что в черемше очень много полезного а так как в ней очень много полезного я в этот период когда она в самом как бы разгаре продажи и роста я готовлю очень много блюд с черемшой и вот это намазка на хлеб она и как раз из этого разряда также я готовлю пироги есть супы и салаты так что оставайтесь со мной я обязательно этими рецептами поделюсь вместе с вами а сегодня у нас намазка вот здесь у меня 50 грамм черемши тут то сырковая масса 100 грамм 150 грамм сыра филадельфии сок с одного лимона было в чаши блендера уже оливковое масло 20 миллилитров соль перец и вот из этого я сейчас буду готовить себе вкусный такой перекус черемшу я уже помыла сейчас ее необходимо будет немножко измельчить для того чтобы легче было перебить блендером это занимает буквально пару секунд теперь переносим чашу блендера и будем измельчать пару минут потом возьмем ложку перемешаем и еще раз измельчим вот такая масса у меня получилось сейчас я сюда добавляю лимон сок с одного лимона и и и туда же отправлю сырковую массу ну или творог кто же как хочет и сыр филадельфия еще раз все тщательно перемешиваем и потом к самом конце пробуем на соль перец и вот такая замечательная закуска для перекуса у меня получилась почему я не солила и перчила все сразу потому что во всех продуктах есть свой какой-то вкус и когда мы их соединили только тогда попробуем и посмотрим чего нам не хватает в самом начале не солите не перчите только в самом самом конце когда уже все перебьете и попробуете как это будет на вкус моем случае я не солю и не перчу готовую намазку можно накрыть поставить в холодильник и она довольно таки хорошо сохраняется несколько дней но у нас она не стоит так долго сегодня утра этот влог получается у меня не такой длинный по продолжительности но он длинный по съемке теперь утро следующего дня и вот я отвела дочку в садик и решила вам показать вот эту белую магнолию здесь когда проходишь запах очень-очень такой сильный но очень вкусно пахнет и такая она красиво а там далее получается уже расцвели сакуры вот такие они красненькие это такая маленькая улочка из трех домиков и вот у них вдоль всей вот этой улочки сидят растут такие деревья я уже дома и решила вам показать на чем я закончила вчера вчера я полностью весь домик покрасила и мы обратно установили мои подвесные грядки сегодня мне надо будет еще докрасить их и можно приступать к посадке растений так же и вчера мы установили на место нашу теплицу теперь необходимо будет поставить блоки как мы планировали и опять же пересадить клубнику и вот так теперь у нас выглядит теплица вот с таким бортиком из блоков а в блоках у нас находится клубника еще сейчас покажу как выросла моя редиска в теплице вот так выглядит вот так выглядит редиска уже подросла также здесь у меня уже растет цветная капуста вот между редиской как редиску выберем можно будет есть цветную капусту и все возможные мои травки и там вдали находится салат и на этом я буду заканчивать этот маленький влог хотелось пожелать вам хорошего настроения и до новых встреч на моем канале всем пока пока